Если спросить любых программистов, какие паттерны они знают, то все точно скажут про Синглтон. Половина еще добавит про фабрику. Ну и только одна десятая назовет еще что-то. Сегодня мы поговорим про паттерн Синглтон, или как его называет знаменитый гуру Барон Фон Хуй, Синглтрон. Давайте так и оставим. Если другие паттерны это спортивные болиды, которые позволяют вам первому прийти к финишу и не сломаться по пути, то Синглтрон это кровать-молния Матквин. Издалека похожа на машину, но это не она. Понимаете, глупый человек перепутает это с машиной, но умный поймет, что это абсолютно противоположная вещь. И я не зря продолжаю использовать этот мем, и вместо правильного Синглтон говорю Синглтрон. Первое это паттерн проектирования, и в умелых руках он играет свою роль в оркестре. А второе это идиотия, которую творят ленивые игроки хуем на балалайке, и которую пытаются приписать проектирование. Давайте разбираться. Синглтон это порождающий паттерн, назначение гарантирует, что у класса есть только один экземпляр, и предоставляет глобальную точку доступа к нему. Допустим, у нас есть какая-то сущность, которая в принципе не может существовать более чем в одном экземпляре, и мы это хотим явно очертить. Такое бывает, когда предметная область подсказывает нам, что вот какая-то штука строго в одном экземпляре. На практике все не так просто. Чаще всего нет ничего, что могло бы существовать в одном экземпляре. Если мы отмасштабируем любой граф зависимости, то обнаружим, что в этой области есть явный вход и выход, и никакой необходимости в одиночке нет. Давайте для примера посмотрим на вот этот код. У нас есть некий класс чата, который позволяет нам общаться с другими игроками через какой-то вот канал связи. В конструкторе чата в зависимостях у нас есть iMessageFormator, то есть если мы передаем какое-то сообщение, нам нужно его отформатировать, чтобы передать по сети, или что-то с ним сделать, возможно, забанить звездочками какие-то матерные слова, но в любом случае что-то сделать именно со строковым представлением. Потому что у нас есть метод публичный write, который позволяет нам написать в чат что-то, какую-то строку. Но эта строка должна пройти там санитизацию, валидацию, еще что-нибудь и так далее. И, соответственно, метод write, он делает что? Он прогоняет сначала сообщение через форматор и говорит форматор, обработая это сообщение, будто его написал плеер. То есть там какие-то свои строки будут заблокированы, например. Потому что если сервер какое-то сообщение пытается послать его, нужно каким-то другим правилом обрабатывать. И в дальнейшем мы через Singleton Network Connection Instance отправляем это сообщение. То есть мы говорим по текущему каналу обмена, через текущее соединение сетевое, мы отправляем наше сообщение уже форматированное. То есть в данном случае Singleton будет именно вот этот instance, да, и класс Network Connection будет его реализовывать. Там, скорее всего, будет через… ну это статическое свойство. И если мы посмотрим, то, в принципе, мы могли бы заменить здесь Singleton на что-нибудь другое. Например, посмотрим на такой вариант чата. И у нас вместо использования Singleton есть еще одна зависимость iMessage Channel. То есть какой-то канал обмена. Он не обязательно, это Network Connection, это может быть какой-то локальный канал, может быть какая-то эмуляция в одиночной игре. То есть нам не требуется что-то конкретное, что представляет нам Singleton, у нас есть абстракция. Хотя мы можем Singleton сделать абстрактным, но все же мы можем заменить Network Connection как Singleton на Network Channel как некую зависимость. И, в принципе, мы могли бы зависеть от Network Connection, но раз мы уже делаем нормально через агрегацию, то мы воспользуемся в данном случае абстракцией интерфейса. Все, что нужно, лучше передать явно. А то, что это одиночка, сконфигурировать в Composite Root. Мы просто указываем, что это зависимость, одиночка. Она должна создаваться один раз и всем передаваться. На практике Singleton используется как сервис. Такое скрещивание фасада и Singleton. Например, сервис eMail рассылок, куда мы просто передаем триггер о том, что пора что-то там кому-то отправить. Можно ли было нормальную систему сообщений сюда создать? Да. Но зачем? Зачастую этого не требуется. Или в игре у нас может быть некий одиночка Daily Bonus Service с четырьмя методами. GetCurrentReward, GrabCurrentReward, IsWait и GetRemainTime. Он просто в себе скрывает всю эту логику с часами и таймерами. И вряд ли он понадобится в нескольких экземплярах. В 99% случаях достаточно сервиса Singleton'а с одной точкой доступа к единственному экземпляру. Как это тестировать? Да запросто. Синглтон может быть полиморфным. И тем, как я покажу полиморфный синглтон, я попрошу вас ответить на один каверзный вопрос. Что будет выведено в 10-й строчке этого кода? Смотрите, у нас есть статическое поле у класса А. Есть класс Б, который наследует класс А. Через класс Б мы устанавливаем статическому полю значение 10. Что будет в статическом поле класса А? Правильный ответ — 10. Ну и на самом деле не будет никакого статического поля класса Б, хотя мы можем через тип Б обратиться к полю класса А. Невероятно, не правда ли? Так, как же протестировать наш синглтон? Ну, наверное, сам синглтон не нужно тестировать. Нужно тестировать что-то, что использует синглтон. Представим, что у нас есть Daily Bonus Service, есть Infinity Daily Bonus Service, который всегда возвращает награду, чтобы не случилось. И есть некий тест окна с Daily Bonus, который это визуализирует. И, соответственно, вот этот вот некий класс Daily Bonus Window, он будет внутри себя в методе, допустим, show, использовать Daily Bonus Service. И из-за этого нам бы было сложно провести тесты, потому что мы бы очень сильно зависели от этой логики, потому что один раз тест прошли, получили этот Daily Bonus, и когда опять его тестировать, непонятно, время что ли на компьютере менять, костыль, неприятно. Поэтому вместо этого мы воспользуемся Infinity Daily Bonus Service, который наследует Daily Bonus Service. А, соответственно, в самом Daily Bonus мы делаем виртуальные методы. И в дальнейшем вот это вот статическое поле мы изменяем. Меняем instance с Daily Bonus Service на Infinity Daily Bonus Service. И в результате этого Daily Bonus Window будет обращаться к этому полю, но получать переопределенный класс, то есть именно обращаться к тестовому. И мудрый взгляд, который опытный программист смотрит это видео, заметит несколько странностей. Во-первых, какого хера у нас здесь определен Lazy OT от T, и в данном случае T — это Daily Bonus Service. А instance мы устанавливаем как Infinity Daily Bonus Service. Почему мы не ставим Lazy от Infinity Daily Bonus Service? Это потому что Lazy OT у нас не поддерживает контр-вариантность, ко-вариантность, что означает, что Lazy от Daily Bonus Service — это не может использоваться за место Lazy от Daily Bonus Service. Lazy от Infinity Daily Bonus Service не может использовать вместо Lazy Daily Bonus Service. Вот такая вот история. Поэтому нам необходимо, во-первых, вот это было бы изменить на вот это, да, и просто здесь предлагать New Daily Bonus Service. Естественно, это уже мы нарушаем технику использования Singleton, что Singleton предоставляет один экземпляр, и из-за этого мы бы сделали здесь свойство, которое бы нам возвращало только бы какой-нибудь инстанс, который бы мы скрыли. Соответственно, здесь бы у нас был какой-то вот скрытый инстанс Д или бонус-сервис, который бы мы в один раз создавали. Допустим, сейчас гипотетически, да, в статическом конструкторе мы это сделаем, это так делать нельзя, там бы немножко еще фокусов у нас бы было в реализации, но эта реализация сильно будет зависеть от технологий, с которой вы используете для Unity, я чуть позже покажу. Соответственно, это было бы выглядело вот так. Ну и опять зрячий ум спросил бы, а какого это хера? Ну, с LazyT тоже самое это было. Почему мы можем менять этот инстанс? Соответственно, у нас есть вариант, что мы предоставляем всего один экземпляр на всю систему, но мы его не инкапсулируем. То есть любой желающий мог бы изменять, если бы, соответственно, мы либо сделали бы публичное поле, либо свойство, у которого определен как getter, так и setter, примерно следующим образом. На getter мы бы поставили возвращение нашего поля, а на setter мы бы позволили это поле менять. Хотя, опять-таки, просто сделали бы публичное поле. То есть вот теперь мы опять можем заменять, то есть у нас может полиморфная реализация быть, но мы разрешили set, что не совсем корректно. Да, мы этот вариант не прослеживаем. Так как же бороться? И можно ли тестировать singleton без публичного setter? Вообще, да, можно. Можно изротиться и как-то подлезть, но вместо этого лучше перейти к паттерну ambient context. И вместо такого классического singleton просто использовать ambient context. По сути, то, что мы крутили с daily bonus service и сделали публичный setter, ну и вообще доступный setter, превратило его из singleton в ambient context. Ambient context удобен для передачи зависимости между слоями, но все-таки, все-таки это не лучшая практика. На самом деле, я считаю, она даже немножко хуже, потому что любой желающий может заменять нам реализацию, из-за чего у нас может сложиться связь, временная связность, так называемая, когда у нас часть системы, для того чтобы завелась другая часть, начинает общаться с ней через вот этот вот ambient context, и вместо того, чтобы явно передавать зависимости, мы начинаем их постоянно заменять, чтобы что-то хоть как-то собралось. А еще хуже будет, если будет такой shared state, когда raise condition, когда один должен успеть поставить свою зависимость, запустить кого-то другого, там еще кто-то это все будет пытаться менять, чтобы запустить кого-то третьего, и в итоге это очень сильно будет отражаться на каком-то четвертом. Это очень плохая ситуация. Также при реализации ambient context, например, я предпочитаю использовать свой securent вместо instance, потому что мы как бы подразумеваем, что это не в целом instance, а в то, что в текущий момент будет использоваться как daily balance service. Поэтому, в принципе, для тестирования мы можем предпочитать ambient context или же воспользоваться другими путями для замены instance, но в любом случае, конечно, хотелось бы всегда применять инъекцию в конструктор. И по-хорошему-то, если мы можем использовать нормальный dependency injection и инъекции в конструктор, то внезапно мы должны были бы отказаться от single tone, и действительно, когда ситуация позволяет, ну, лучше от него и от ambient context, в принципе, отказаться. Но если вы мотнете видео чуть назад, вы заметите, что в тестах я допустил очень важное допущение. Мой канал про unity, мой канал про разработку игр, и тест, как вот этот, в unity представить достаточно сложно, потому что, скорее всего, daily bonus window это будет не класс. И если бы это было классом, то просто бы мы бы сделали вот так. Все, мы бы уничтожили single tone, там бы это передавалось через конструктор, все было очевидно, понятно, что передавать, что бы работало, что стабить, что мойкать и так далее, и все было бы хорошо. Но в unity мы бы так не делали. В unity бы, скорее всего, было бы вот это. Было бы, да, в лучшем случае, просто мы бы добавляли какой-то тип, а, скорее всего, мы бы сначала бы создали из префаба daily bonus window template в какой-то позиции, да, условно, в нулевой. Ох, как же без сниппетов-то сложно. Было бы вот так вот. И, может быть, мы бы даже... Здесь мы бы по-любому использовали daily bonus template, и он бы в параметризации бы сработал. И потом бы мы в этом темплейте были. У нас создался бы game object, у нас бы вернулась бы ссылка на вот этот вот daily bonus window как компоненты, мы бы вызвали show, но, но, заметьте, мы бы не могли вызвать конструктор. И как нам передать эту зависимость туда тоже большой вопрос. Наверное, нам нужно додуматься до какого-то метода инициализации, в который нам нужно это все передать. Но, опять-таки, это же не конструктор. Ну, не конструктор. Если это мы работаем не в тест, не через тест, ну, соответственно, опять нужно строить какую-то фабрику вокруг этого всего, какой-то composite root в Unity, чтобы эти зависимости передавать. И, оказывается, опять, да, мы построили DI и изобрели его заново, или мы просто можем взять контейнер и избавиться от singleton. Зачастую этого не происходит, потому что Unity сама не проводит никаких средств для этого. И, скорее всего, у нас просто создается prefab и вызывается метод show. Или даже в awake, это окно само пытается что-то сделать, и оно должно самостоятельно разрешить свои зависимости. И большинство них проще сделать, конечно же, такими вот глобальными на основе singleton или ambient-контекста. Можно ли воспринимать статический класс статическими методами как singleton? Да, вполне. Но есть правило золотое такое. Если реализация содержит какое-то внутреннее состояние, то, соответственно, это лучше делать через обычный класс и статическое поле доступа, как здесь. Потому что вот эти методы, они предполагают, что здесь будет какое-то состояние, мы будем запоминать последнюю награду, когда мы получили, и прочее, прочее, прочее. И, соответственно, это все зависит от этого состояния. А damage service, как вот здесь, например, он не предполагает, что этот класс будет содержать состояние. Он будет обращаться к другим классам и как бы их фасадировать. Но сам по себе он, именно у него чистые функции, то есть они не зависят от его внутреннего состояния. Хотя тоже такой термин, да, можно ли назовать функцию чистой, если она зависит от чего-то чужого, там, если вниз спускаться по вызовам, там мы от чего-то зависим. Соответственно, например, здесь мы у damage service просим посчитать урон, то есть кто-то нанес кому-то, и нам нужно учесть бафы команды того, кто наносил, и бафы команды тому, кого наносили, потому что внутри этих, внутри классов player мы не хотим как-то работать с бафами, с системой бафов, мы только знаем, в какой мы команде, а вот вся система бафов это отдельные сервисы, и мы, соответственно, фасадируем их. В таком случае это может быть вполне статическим классом, мы просто будем брать какие-то текущие бафы и через них все прогонять, и сам по себе этот сервис в состоянии никакого содержать не будет, поэтому его, в принципе, можно делать статическим классом, но реализация на основе обычного объекта класса, она более гибкая, и позволяет нам, соответственно, использовать полиморфизм, как в случае с DailyBond Service и Infinity DailyBond Service. Чтобы полностью раскрыть тему, я хотел вам показать неправильную реализацию синглтона в Unity, и мне не пришлось залегу ходить, я просто загуглил, как сделать синглтон в Unity, и сразу же мне выпала статья на хабре, которую мы попробуем разобрать, и, соответственно, разобрать типичные неправильные представления о том, что это за паттерн, и как он реализуется. Начнем с введения, как автор описывает синглтон. Вначале он говорит, что синглтон — некий менеджер, через который производится управление игровыми скриптами. Как правило, синглтон сохраняется от сцены к сцене без повторной реинициализации, что уже является ошибкой, так как скрипты у нас существуют на уровне сцены, и каким образом мы можем представить некий глобальный объект, который взаимодействует с объектами, которые не глобальны, и, соответственно, всегда у нас происходит поломка состояния при переключении сцен. И в дальнейшем, опять-таки, он развивает автор эту мысль, что в игре присутствуют глобальные объекты менеджера, которые будут находиться в игре всегда, и могут быть доступны из любого скрипта, что может быть полезно для создания классов управления музыкой, сетевыми функциями, локализацией всем тем, что используется в единственном экземпляре. Опять-таки, глобальный объект, я там через меню пытаюсь обратиться к какому-то скваду юнитов, которые существуют в отдельной игровой сцене, и что тогда будет, непонятно. Соответственно, мы не можем сказать, что это менеджеры, и вообще, что такое менеджеры, это попытка, это одна из ошибок, что мы синглтон воспринимаем как что-то перегруженное ответственностью, как вы заметили раньше, синглтон, это такой же класс, и к нему применяются точно такие же принципы проектирования. Например, SRP, Single Responsibility, принципы, класс не должен делать слишком многое, и также синглтон зачастую не выполняют активную роль в системе, они не висят, они пытаются постоянно что-то делать. Поэтому называть синглтоны менеджерами это неверно, и тем более неверно через синглтон пытаться работать с геймобджетами на сцене, особенно в каких-то больших невероятных количествах, и воспринимать его как фасад какой-то подсистемы. Если это фасад подсистемы, то это, соответственно, какой-то сервис сцены, к которому нужно на уровне сцены обращаться, но никак не через Global Scope, не через статику, и не через синглтон. Давайте посмотрим на предложенную реализацию на примере Audio Manager. Ну, опять-таки, вообще непонятно, где граница ответственности этого менеджера, но что подразумевает автор под менеджером? Во-первых, наличие двух флагов Music и Sounds, что означает, включена ли музыка и включены ли звуки, и, соответственно, ответственность загружать это из PlayerPaths, из реестра, но реализация зависит от платформы, и через Save Settings это все сохранять. Во-первых, конечно, вопросы следующего характера, почему instance, он доступен для записи, то есть любой может этот instance заменить, что уже превращает Singleton в Ambient Context, а во-вторых, почему у нас статические поля Music и Sounds, и если они статические, то зачем нам, собственно, instance? вопрос открытый, и, соответственно, почему они публичные, и те, кто тот работает с менеджером, он должен получать обновление, то есть если мы заменим Music у нас на False, у нас выключится ли вся музыка на сцене или нет? Вопросов очень много, ответственности очень много, и реализация, соответственно, не совсем Singleton вская. Дальше, каким образом мы попытались достичь инварианта, что у нас будет только один instance аудиоменеджера на всю игру. Следующим образом, в старте мы проверяем, что если instance у нас проставлен, то мы, не проставлен точнее, то мы устанавливаем instance как текущий instance через this. Или если у нас instance это мы сами, что, конечно, странно, то мы себя уничтожим. Скорее всего, автор не это хотел, он хотел, что если instance это кто-то другой, если он есть, но это не мы, то есть там не равно, то мы этот объект должны уничтожить. Но, как говорится, не всегда получается сделать то, что мы хотели. Ну и код, который работает с этим Singleton многое нам объясняет. Как мы видим, нет никаких событий, мы просто в апдейте должны, мы должны разместить на каждом компоненте с Audio Source специальный компонент Audio Muter, Muter, наверное, все-таки, и в апдейте каждый кадр мы должны обновлять значения из нашего глобального состояния. И вопрос, зачем здесь Singleton? Ну, наверное, все-таки он для того, чтобы передавать между сценами значения, то есть нам хотелось бы где-то в сцене меню в настройках изменить громкость, а потом передать другую сцену. Но опять-таки, стоит ли использовать Singleton для передачи значений? Нет. Опять-таки, вот смотрите, Singleton это не хранилище данных, которое мы используем для передачи между сценами. Singleton это все еще класс, который должен не быть плоским, он должен содержать какие-то предметно-ориентированные методы, не обязательно предметы, возможно, уютильтарного характера, и, по сути, он должен быть абстрагировать что-то, да, он что-то должен делать, а не просто быть каким-то глобальным хранилищем, потому что если Singleton это просто глобальное хранилище без каких-либо инвариантов, то мы получаем жопу, а не код, там будут постоянно менять значения как угодно, мы никак не можем их контролировать, что, конечно же, и предлагает данный автор, то есть он рассматривает Singleton как некий менеджер, в совокупности просто мы взяли какое-то направление, например, аудио, и запихали это все в аудиоменеджер и сделали его статическим, и попытались каким-то образом передавать его между сценами с косяком, и это нарушает любые границы адекватности, потому что если мы используем Singleton, желательно использовать его в минимальном количестве мест, не нужно использовать во всем проекте, он должен быть работать точечно, это не паттерн архитектурного уровня, мы, как опять-таки говорил автор этой статьи, что это целый подход в проектировании, это нет, это не подход, мы не должны всю логику строить вокруг сообщающихся между собой говном Singleton, синглтон, то есть это не так, синглтон точное решение, тактическое, а не стратегическое, вообще статья невероятно глупая, хотя бы посмотрите на это, то есть уже понятно, что человек, который писал и пытался эту статью, пытался вам рассказать о синглтоне, не особо понимает программирование и что он вообще делает, поэтому мы в принципе можем ее всю разобрать, если хотите, напишите комментарии, я вновь наведу в рубрику разбор дебильных статей, но как бы понятно, что это не авторитетный источник, и дальше будет только хуже, и на самом деле, поэтому я бы хотел с ней закончить и показать вам более правильный рецепт приготовления синглтона, потому что зачем нам в этом дальше копаться, давайте посмотрим на интересную реализацию синглтона, сразу скажу, она не моя, я ее взял другого автора, немножко поправил для видео, но мне кажется, это максимально близко к тому, что я бы стал использовать, если мне нужен был бы синглтон, во-первых, все начинается с абстрактного класса синглтон, он определяет статическое свойство квитинг, то есть приложение закрывается и нет смысла создавать новые инстансы, и соответственно оно слушает события, он application quit, то есть если приложение схлопнется, то мы соответственно это все поставим в true, и от этого класса наследуется уже синглтон от t, то есть это будет параметризированный обобщенный тип, который будет иметь параметр типа, и соответственно мы определяем поле с инстансом этого некого t, делаем лог для потока безопасности, и дополнительное поле нужна ли нам персистентность. соответственно принцип работы этого синглтона невероятно простой. Когда мы делаем запрос к этому инстансу, то мы соответственно если приложение сейчас выходит, то ничего не делаем, а если что, мы блокируем поток, делаем блокировку, и начинаем танцы с бубном. Во-первых, мы пытаемся понять, есть ли на данный момент на сцене инстансы этого t, то есть если мы не прописали себе какой-то инстанс, если он есть, мы вернем текущий инстанс, если нет, мы попытаемся его найти на сцене, если на сцене его нет, мы попытаемся его проинициализировать, создать, если что-то там было лишнее, мы это все поудаляем, короче, займем всей этой рутиной работой. и ну как-то построчно это разбирать смысла не вижу, и самый кайф это в том, как с этим работать, как удобно можно, например, возьмем некий SingletonExample, который содержит один-единственный метод getInfo, и нам нужно содержать всего один экземпляр этого компонента на сцене, то если мы хотим воспользоваться, мы делаем следующим образом, мы пишем Singleton, передаем аргумент типа SingletonExample, то есть тот класс, который мы хотим использовать как Singleton, и обращаемся к его инстансу, и выводим, вызываем метод, то есть вот это вот обращение к этому инстансу, этого параметризированного, вот вызовет соответственно get с определенным т, который мы здесь укажем, и произойдет вся магия, и такой Singleton, он максимально такой удобный в использовании, и предусматривает большинство внештатных ситуаций, и на этой ноте мы будем завершать видео, надеюсь, я для вас смог раскрыть смысл паттерна Singleton, и смысл паттерна Singleton, что Singleton это хорошее оружие в правильных руках, и контекстуально его можно применять достаточно удачно, но чаще всего с точки зрения какого-то идеального проектирования и банальной логики скорее всего Singleton будет неуместен, поэтому применять бы я его разрешал только людям, которые очень сильно уверены в своих навыках, если вы не уверены в своих навыках программирования, то лучше избегать его, так как скорее всего вы сделаете все неправильно, и только усложните систему, и удорожите ее эксплуатацию и поддержку. На этом все, всем спасибо, и обязательно в комментариях пишите, какой паттерн вы хотите увидеть следующим, а если это видео наберет 3000 лайков, я соответственно выпущу уже следующее видео с следующим паттерном. Субтитры сделал DimaTorzok